Всем привет, с вами Фокс и в этом видео хотела бы вам рассказать про стрейкбольную винтовку МК-12 МОД-1 от фирмы ЦИМА Немного про боевой прототип Боевой прототип данной винтовки использовался такими подразделениями как Navy SEAL с рейнджерами, а также другими подразделениями USACOM МК-12 появился в 2000-х годах Также представлял собой верхний ресивер с удлиненным стволом Назывался он SPR, что расшифровывается как Special Purpose Receiver То есть когда бойцы знали, что им придется стрелять на более дальнюю дистанцию, они просто меняли себе ресивер Как мы все знаем, китайские производители не очень славятся качеством своей продукции Но в последнее время они резко начали ее улучшать При этом цена остается гуманной Также и ЦИМА не осталось в стороне И МК-12 МОД-1 у нее получился довольно-таки неплохо Корпус сбит хорошо Присутствует один люфт, это люфт глушителя Его очень легко устренить с помощью изоленты Привод выполнен из алюминиевого сплава Пистолетная рукоять и приклад выполнены из пластмассы На приводе не присутствует никаких маркировок Продублированы кнопки сброса магазина А также присутствует функция имитации затворной сдержки Приклад типа весло с регулировкой длины Внутри у него находится батарейный отсек и стандартный коннектор мини-тами Но для того, чтобы вам установить туда батарейку, вам нужно открутить два винта Я думаю, что это не очень удобно Также часто регулировку приклада я бы вам использовать не советовала Так как здесь установлен не очень надежный механизм Внутри у данного привода стоит стандартный гирбокс второй версии И хопап М-серии Данный привод в стоке выдает примерно 130 метров в секунду Конкретно в данную винтовку был установлен сильный гирбокс с более толстыми стенками Проблем с установкой инопилинга не было Но перестала работать затворная задержка Также был установлен хопап ретро арбс роторного типа С его установкой проблем тоже не было Со всеми этими манипуляциями данная винтовка на 140 пружине Стала выдавать 150 метров в секунду И стреляет на 70-80 метров Вес у данной винтовки небольшой Даже я могу ее долгое время держать Итак, вот я ее немного приодела Одела на нее люпульт VX3 Пекло 5 Рукоятный цармомент И сошки типа Харрис Ну, в таком виде она мне нравится больше Давайте теперь подведем итоги Данный привод от Цима получился довольно-таки качественный Очень радует тот факт, что за небольшие деньги можно получить качественный продукт К плюсам данного привода я бы отнесла практически полное отсутствие люфтов Гирбокс второй версии И то, что можно использовать обычные механы от Эмки Вот к минусам я бы отнесла Хлипкую конструкцию приклада Не очень качественную покраску Ну и отсутствие маркировок Хотя, лучше их отсутствие, чем неправильные маркировки На этом все Если у вас остались какие-либо вопросы То задавайте их в комментарии Всем пока Продолжение следует...